Всем доброго времени суток, меня зовут Авангард, мы продолжим играть в Покет Миррор. Мы уже посмотрели на тупиковую концовку Харпай, и на этот раз я отказался следовать за ней. Так что мы можем спокойно всё тут исследовать, я полагаю. Ну, как всегда, экран нас встречает очередными тёмными коридорами, которые явно не слишком положительно влияют на моё зрение и способность к логическому мышлению, ну да ладно. Уже можно было бы и привыкнуть. Это зеркало, как ни странно, оно нас отражает, хотя, похоже, отражает оно отнюдь не нас, но у кого-то очень похожего на нас. Ты наконец пришла ко мне. Кто? Кто ты? Я ждала тебя, Энджел. Что? Что ты имеешь в виду? Я не ожидал, что забудешь обо мне так быстро. Моё имя Энджел? Да, это так. А у нас переименовали в Энджел, неплохо, однако. Но тогда, кто ты? Я ты, Энджел? Энджел Черубинал в Шетлингс. Честно говоря, я даже не берусь предполагать, что может означать слово Черубина. Давайте узнаем. Не буду скрывать, перевода этого слова я не нашёл. Увы. Но думаю, это не слишком-то важно. Это печально, что ты не можешь вспомнить меня. Видишь ли, у нас есть особая связь. Мы как лепестки с одного цветка, я могла бы сказать. Ты это я, Энджел. И я это ты. Как? Это было моей ролью найти тебя. И теперь, когда я это сделал, твоей ролью является завершить меня. У нас немного времени, но, пожалуйста, послушай меня. В чём ты говоришь? Это время для нас объединиться, Энджел. Они всегда пытались разделить нас. Но теперь я наконец нашла тебя. Подожди. Мисс, где вы? Должна прийти ко мне. Я буду ждать тебя на другой стороне зеркала. Подожди. Ты не одна, Энджел. Я всегда буду теперь с тобой с этого момента. Каждый раз, когда я буду тебе нужна, просто постучи три раза в зеркало, и я приду к тебе. Подожди, Энджел. Пожалуйста, ты должна доверять мне. И, пожалуйста, пообещай мне, что будешь осторожна. Он всё ещё здесь ищет тебя. Погоди. О ком ты говоришь? Я буду ждать тебя, Энджел. Ох уж эти случайные новые знакомства в зеркалах. Где вы были, Харпай? Прости, я просто... Я зашёл в эту комнату и... А комнаты-то уже и нету. Разве я не говорил вам не бродить самой по себе? Вы могли пораниться. Вы могли пораниться. Я... Харпай. Этому никак не помочь, верно? Я прошу прощения, что накричала на вас, мисс. Харпай. Всё в порядке? В этой комнате всегда была большая картина. Картина? Нет. Это не так. Что случилось, мисс? Вы выглядите не слишком хорошо. Я... Да? Что такое? Харпай. Моё имя Энджел? Что-то она аж помрачнела. Нехороший знак. Прошу прощения, что вы сказали? Я... Я просто... Вы только что что? Что вы сделали? Кто сказал вам это? Харпай, я просто... Я больше не хочу слышать от вас никаких извинений. Только не бейте. Послушай, моя девочка. Ложь никуда не приведёт тебя в этом месте. Достаточно время тебе встретить последствия твоих действий. Игрок дочки матери не сделает ничего лучше. И то, что будете предаться, не сделает вас невидимой, мисс. Что? О чем ты говоришь? Прошу прощения. Меня немного занесло. Я извиняюсь. Харпай. Я не знаю, что мне уже делать. Я не знаю, где я или что я делаю. Флета исчезла, и теперь я встретил эту странную девочку, и я... Кого вы встретили? Она сказала, что моё имя Энджел, и что она это я. Ваше имя не Энджел, мисс. Это не так? Нет, это не так. Но она... Достаточно. Вы не должны когда-либо снова встречаться с этой девочкой. Она слишком походила на нас, так что думаю, предложение неплохое. Впрочем, учитывая, что это, по сути, было наше отражение, вполне логично все-таки сказать, что она и мы это нечто. Если не одно и то же, то нечто очень похожее. Вы не должны доверять, и не важно, что она говорит. Но почему? Послушайте, мисс, мне нужно, чтобы вы внимательно слушали. Как я сказал раньше, я не могу сказать вам ваше имя. Я не могу сказать вам, кто вы или что вам следует делать с этого момента. Однако я могу защищать вас от всего, что пытается навредить вам. Флета пыталась навредить мне? Я не знаю, мисс. Всё, что я знаю, что это то, что вы не должны доверять никому, кроме себя. Вы понимаете? Нет. Я не понимаю эту ситуацию вообще. Понятно. Тогда стоит ли мне оставить вас саму по себе? Что? Я спрашиваю вас, собираетесь ли вы уйти от этой ситуации, которую вы не понимаете? Почему вы здесь, мисс? Зачем? Что вы пришли сюда сделать? Меня этот вопрос мучит с самого начала игры, я так подозреваю, будет мучить до конца. Я... Я не знаю. Я не знаю. Что это тогда нам говорит? Разве вы не хотели узнать, кто вы, как вас зовут, и что вы должны сделать? Или вы просто собираетесь сдаться? Харпаю. Я отказываю ищать кого-то, у кого нет желания преуспеть, мисс. Это больше не является моей ролью. Я... Я прошу прощения, Харпай. Мне не нужны ваши извинения. Нет. Я имею в виду... Я... Я понимаю то, что ты говоришь, Харпай. Я хочу знать, кто я и что я здесь делаю. Пожалуйста, простите меня. В итоге я начал давить на вас, хотя это и не по моим намерениям. Нет, ты права, Харпай. Я не могу просто сдаться. Я рада, что вы понимаете это, мисс. Мне нужно, чтобы вы доверяли мне. Мне нужно, чтобы вы оставались правдивы, сама с собой. Это единственный путь для вас найти ответы на свои вопросы. Вот что я пыталась вам сказать. Нет, прошу прощения. Я перешла черту. Нет, все в порядке. Я не думаю, что ты пытаешься навредить мне, Харпай. Но, судя по тупиковому концу, это утверждение как минимум сомнительное. А, спасибо, мисс. Спасибо, что доверяете мне. Харпай? А, нет. Ничего. Я просто чувствую себя немного. Чувствую себя очень радостно, и вот и все. Ну, в любом случае, я принесла пуговицу, которая нужна нам, чтобы починить вашу одежду. Спасибо, Харпай. Рада помочь, моя девочка. Готова? Спасибо, Харпай. Рада помочь, мисс. Что же, тогда пойдем? Пойдем куда? Мне нужно отвезти вас в безопасное место, мы же не можем оставаться здесь теперь, не так ли? О, понятно. Поторопимся. Спасибо. Что-то не так? Я, прошу прощения, просто пойдем, моя девочка, не отвлекаясь. Я прошу прощения. Ну, я думаю, к этому моменту уже не стоит удивляться, что дверь может внезапно превратиться в картину. Это, так сказать, вполне естественное положение вещей. Так, я так понимаю. Так, погодите, я не могу понять, мы поднимаемся выше или все же спускаемся ниже. Но судя по... Ну, не суть. Так, значит, там второй этаж, нас интересует... Вообще, нас интересует третий. Ну, давайте для начала вернемся на второй этаж. Блин, наговоришь, нам нужно идти с Харапай. Ааа, господи. Погай, блин, я сейчас ума выкру. Как я теперь пройти-то, блин. Просто я так понимаю, с ним пойдем вместе с Харапай, то мы опять придем к тупиковой концовке. Или, может, мы можем зайти в какую-нибудь другую дверь. Нет, я должна идти с Харапай. Предлагаю начать считать эту концовку с Харапай истинной концовкой. В любом случае, кому бы в срауме захотелось бы уйти от Харапай? Не-не-не. Ну, блин, это конец. Может, ну его... Нет, ну, может, завтра что-то будет по-другому? Блин, даже сохраниться негде. И мы снова в этой прекрасной комнате. Харапай? Я прошу прощения, моя девочка. Так это тот же самый диалог, чего хана? Нет, я не помню. Ну да, похоже, диалог все тот же. Ладно, если что-то изменится, то я опять насыпался. Уж не знаю почему, но теперь горе. Решил не следовать за Харапай. И по-моему, этот уже был. Да, по-моему, этот уже был. И мы даже усыпляли эту несчастную тыкву. Может быть, мне это все показалось. Но в любом случае... Мы так и можем продолжить прохождение, слава богу. Я тоже думал, Харапай нас заманил в ловочку, из которой нет выхода. И теперь мы обречены на получение тупаковой концовки. Так, это Теку Кришна был комедиантом, вот теперь она посвятила себя искусству медитации. Ну, бог ей судья, как говорится. Так, собственно, что нам делать дальше? Вот это вопрос, отлично я нашел. Фотографии. Интересно, если это мы, то получается у нас был еще брат или сестра. Черт, это разберет скорее на мальчика. Похоже, эта фигура на фотографии. Куда у нас остался только отец. Ну, отлично, по крайней мере, мы получили новый цилиндр. В принципе, больше здесь сделать особо нечего. Так, мне кажется, или эта комната немножко затыклена сама на себе? Честно говоря. А, тут мы уже были, понятно, все. Ладно, ловить здесь особо нечего. Судя по всему. А, ну да, да, кажется, я даже вспоминаю, когда мы посещали эту локацию. Тут, однако, тоже много всего интересного. Ну, ничего настолько интересного, чтобы взгляд-то это действительно зацепился. Я, кстати, узнал, наконец, для чего нужны эти тыквенные обереги, чтобы пооткрывать какие-то штуки в бонусной комнате. То есть, в принципе, для самого прохождения они бесполезны. Но если вы хотите узнать об игре много-много всякого, то можно смело их собирать. Ну, в любом случае, давайте спустимся еще ниже. Почему бы и нет. Так, и тут я... Да, понятно, здесь у нас вход в библиотеку должен быть. То есть, библиотека нам нужна исключительно для того, чтобы изучать наши цилиндры найденные. И немножко вдаваться глубже в лор игры, скажем так. Честно говоря, без понятия вообще. То есть, я забыл, эта локация на правде существовала. Вход в библиотеку точно тут. Ну да, вход в библиотеку никуда не делается. По крайней мере, это неизменно в этом ужасном месте. Мне уже не терпится из него выбраться. Но учитывая, что там еще пара этажей, мне кажется, мы тут еще серии на три минимум. Ладно, давайте вставим туда наш цилиндр. Это уже третий из пяти. Осталось нам найти всего два. Так, опять очередные ужаснейшие звуки. Здесь секрет, который я делю с матерью. Секрет, который... Ну, вы притворяетесь, ты, отец, что вы не знаете о нем. Я собираюсь забрать его могилу, когда время придет. Но в отличие от матери... О, боже, что происходит. Не пожалею, что вставляете в руках этого мужчины. И человек, возможно, он так желает. Мы сможем снова встретиться однажды, моя дорогая сестра. А, вот это, кстати, интересно. Возможно, эта запись идет от лица нашего теоретического брата. Недаром его лицо зачеркнуто на фотографии. По-моему, у жителей фотографий, где было зачеркнуто только лицо матери. Или это уже я сам что-то дорисовываю в своем воображении, что какие-то вещи, события, которые случались. Ну, да ладно. Я не буду особо пытаться рассуждать над долларом этой игры, потому что это, в принципе, занятие неблагородное. К тому же, сложновато успевать считать эти записи. О, боже, господи. Так, я уже говорю, что я ненавижу, когда мы заходим в локацию снизу и выходим из нее сверху. Я бы, честно говоря, сразу там, не знаю, распинал или сожонаков разработчиков, которые таким промышляют, потому что, мне кажется, боже, какая темная комната. Кстати, разработчиков, которые делают настолько темные локации, я бы тоже подвергал подобным пыткам. Потому что, мне кажется, недостойны существовать как люди. И вообще в них очень мало человеческого внутри осталось. Вот давайте вообразим ситуацию. Вот вы, например, входите в комнату. И ожидаете ли вы, что когда вы вошли в комнату, ну в жизни, в смысле, в дверь, вы внезапно поедете с другой стороны, например, из окна? Я тоже думаю, что нет. А вот автор игр на RPG Maker считает, что такая ситуация вполне реальна. Ну да ладно. Пожаловались традиционно, и можно продолжать. Блин, ну я не понимаю, вот... Я не знаю, почему автору так по кайфу было делать эти темные локации. Я же вообще ничего не вижу. Блин, в этой локации вообще нету света, как бы. Ну давайте, думаю, в следующей локации мы уже не будем видеть персонажа. То, что почему бы и нет. Я не удивлюсь, что следующей локации пропадет даже там окно игры, как бы перестанет существовать. Следующая локация вообще, наверное, монитор вырубит хреном, потому что... Зачем остались на полумер? Я надеюсь, в следующей игре автора, как бы, я нужную и подключать к домашней сети, чтобы она выключала свет в доме. Чего бы и нет. Так, ладно, что это были за очередные жуткие звуки. Частично покрытая паутиной получья. Бывает неполучая паутина, кстати, вот мне интересно. Хотя... Вепа даже не только паутина, но и сеть на инглише. Со стены свисает трофей. Немногое осталось от его бывшей славы. Так, слабый свет пронзает окно, робко пробиваясь через порванные занавески. Блин. Бедный свет. Может быть, раздернем эти занавески и впустим свет в эту комнату. Ну, а наша героиня, как бы, считает, что ей в темноте, норм. Ну, блин. Просто. Вот куда мы идем? В чем смысл того, что мы сейчас находимся в этом коридоре? Что мы хотим в нем найти? Может быть, нам лучше пойти вместе с Харапай на последний этаж и умереть? Я бы хотел сейчас умереть вместе с Харапай. Это не самая худшая смерть в этой игре. Уж поверьте. Ну, лучше, чем смерть. Блин, ну, серьезно. Я прошел до конца этого коридора, и что же я в нем нашел? Я в нем ничего не нашел? А, нет. Сам дурак. Я нашел тыкву. Тыква, говорит наша героиня. О, ты напугала меня. О, прошу прощения, немножко перевозбудилась, скажем так. Так, следит своими манерами, мисс. От юной леди ожидает отнюдь не такого поведения. Блин, наша героиня расстроилась. Бедная пробобурья. Даже тыквы, даже тыквы ее унижают. Сначала мерзкая баба с куклой, теперь тыквы. Ужасно, ужасно. И явно они нам не друзья. Единственный наш друг это Харпай, потому что он хотя бы заботится о нас. Здравствуй. Может, это просто лампа? Эх, ну тогда, если это тыква, то она выглядит чем-то очень довольна. Возможно, тем, что она так нас обхитрила. Так, я слышу какие-то загадочные смешки. Вот теперь-то я наконец-то узнаю. Привет, платье. Или это просто девочка без головы? Как бы, даже не знаю. Конечно, я бы тоже, наверное, плакал, если бы у меня не было головы. Здравствуйте. Вы в порядке? Рыдающая леди. Видимо, это не только платье. О, мисс, вы не поверите, что со мной случилось? Что случилось? Я потерял мои прекрасные четки. Ну, по-моему, ты не только четки потерял, уважаемая. Ну, не суть. Я совершенно не могу без них жить. Я везде посмотрел, но я не могу их найти. Все хорошо, мисс, я помогу вам. Так что, пожалуйста, не плачьте, хорошо? О, спасибо, мисс, спасибо. Рада помочь. Но плакать она не перестала. Пам-пам-пам. Очередная картина. Можем прочитать все описания, но посмотреть на саму картину мы не можем, потому что здесь чертовски темно. Это тоже лампа? Видимо, это тоже лампа. Честно говоря, было бы здорово, если бы здесь было побольше таких ребят. И ты лампа. От ней лампа. Нас окружает одни лампы, а почему-то света больше не становится в этом мире. Странно, правда? Так, ну мы, по крайней мере, получили, так сказать, квест. Закрыто. Ну, это путешествие по этому огромному коридору явно того стоило. Что же, может быть, где-то еще нас ожидает большая удача. Я бы сходил до сохранения. Сохранение — это единственная вещь в этой игре, кроме Харапай, которую я люблю. Мы находимся в месяц под названием Nuit. Скорее всего, то, что-то на немецком. Nuit — это, однако, ночь. Впрочем, учитывая, что здесь была локация, которая называлась, то ли рассвет, то ли набораться, а, не сумерки, она, по-моему, называлась ничего удивительного. Ну, а что-то локацию назвали явно не зря. Господи, где дверь? Тут же была дверь. Господи, я потеряла дверь. Вот как теперь жить? Дверь, вернись, пожалуйста, я все прощу. Дверь. Ты дверь? А, это не дверь, это всего лишь какая-то жалкая картина. А, господи. А, вот и дверь. Блин, ну это не та дверь. О, дождик идет. Отличное место. Давайте сбежим. О, это лебедь? Вот это да. О-ро-ро, какая милота. Может, возьмем его себе? Нет, лебедь отказывается идти с нами. Так что мы по-прежнему можем полагаться только на самих себя. Интересно, что за история у этого лебедь, я уверен, он не менее интересный сюжет этой игры. Так, вот что это мы можем перед собой лицезреть? По-моему, это стена. И окно. Отличная локация. Нет. Так, вот есть другая дверь. Ах, как ни странно, она тоже ведет наружу. Возможно, это даже была та же самая дверь. Сложно сказать. А, вот и собственные платья. А, так я не потерялась. Так, но сейчас же опять занимаюсь какой-то ерундой, потому что мы так и оказались в правильном месте. Главное найти в темноте, так сказать, правильный путь. Вот, например. А, боже, что... Что происходит? Где я нахожусь? Так, я нашел и что-то нашел. Какая-то дырка в стене. Блин. Тут, на самом деле, много куда можно пойти. Вот, например. О, этот проход даже куда-то ведет. Лично я нашел дверь. Отлично. Какое прекрасное место. Так, а это, похоже, ванная. Мне даже страшно представить, какие ужасные вещи могут случиться ванной в этой игре. Так, ну, может искупаемся? Это же не Мёрмитс Волб. Так что вряд ли с водой случится что-то страшное. Нет, принимать ванной наша героиня не хочет, а стоил бы после таких долгих приключений. О, можем позвать Энджел. Кто там? Есть кто на связи? Её там нет. Энджел! Блин, ну отлично. Мы раз... Зеркало разбилось. Ну, зашибись просто. Я просто прекрасен. О, боже мой. А, вот, собственно, и четки. Ну, это или не четки называется. Как это называть? Ну, и важно, короче. Вот они. А, нет. Вода здесь тоже не так проста, как кажется. Вот это начался Мёрмитсом, так Мёрмитсом. Что случилось? Да твои... Да вы чё издеваетесь, господи? Сохранение три часа назад было. Почему автор не ныдит человеческий рот? О, боже. Я сломал игру. Блин, просто лучшая погоня всего времени. Сохранение три комнаты назад. Просто гений гейм-дизайна подъехал. У меня аж пуск включился. Я так долбил на эту Z. Блин. А, господи. Так сказать, нужно было спрогнозировать ситуацию, понимаете? Блин, сохранение не просто три комнаты назад, а ну, блин, ещё три комнаты назад, в которой каждый находится огромный коридор, который, блин, надо ещё пройти и ещё найти в темноте нужную дверь. Блин, не знаю, автор, похоже, реально серьёзно ненавидел игроков, которые будут играть с его игру. Он просто... Просто в него играть просто максимально дискомфортно. Я не знаю, как у него получилось. Ну, ладно, давайте попробуем ещё раз. Просто вдумайтесь в гениальной ситуации. Есть ванная с водой... Есть ванна наполнена водой. Мы играем в хоррор. Какова вероятность, что из ванной что-то вылетит? Мне тоже кажется, что вероятность крайне низка. Блин, интересно, вот этот молодой человек или кто там появляется из ада. Точнее, из ванной. Он как бы нас будет переследовать ещё и в следующую локацию, потому что если это будет так, то я как бы сдаюсь. Как бы сдаюсь, иду, хоррапаем в средний этаж и умираю. Да господи, господи. Блин. Поясняю ситуацию. Как бы не просто вылезать чувак из ванной, всё заливается каким-то какой-то неопределённой субстанцией, в которую, видимо, не надо вступать. Блин, возможно, этот чувак из ванной как-то повлияет на сюжет или вообще на нашу будущую жизнь. Нет. Реей всего этого не будет. Это просто чувак из ванной. Ему просто не понравилось, что мы взяли чётки. Вот просто такой он злой. Блин, не удивились на самом деле, что автор как бы в это... что этот чёрный чувак как раз символизирует автора. Потому что он тоже так же портит мою жизнь. Уже не первый час геймплея, скажем так. У меня отношение с этой игрой это чистый love-hate. Так, ну давайте как бы смотреть внимательно. Взнаете, это, конечно, не очень-то просто. Я же сначала как-то нормально вышел к двери. Ну, блин, тут всё в какой-то чёрной дряни. Ах, боже. Лучше в то хуй и кровать, ей-богу. Вот там всё просто и понятно. Сидишь, уворачиваешься от пули, всё видно. А тут что? Ну, наверное, в принципе, когда я всё понял, блин, я бы, честно говоря, так бы не горел с происходящего, если бы сохранение было, хотя бы, я не знаю, ну, блин, в той же локации примерно. Знаете, чтоб мне не пришлось идти по этому длиннющему коридору каждый раз. Я вообще не люблю игры с, так сказать, установленными чекпоинтами. Я люблю, когда можно сохраняться в любой момент. Ну, это просто... Ну, просто, мне кажется, как бы, игры с нольными чекпоинтами, это как бы прошлый век. И мне кажется, что с нольными чекпоинтами, они скорее раздражают игрока, чем дают какие-то бонусы. Я понимаю, чекпоинт в играх типа Dark Souls. Типа это игры, которые как раз специально сделаны хардкорными, да? И как бы... Ты чувствуешь этот риск, этот напряжение? А тут я не чувствую. И когда... Ну, блин, понимаете? Всё-таки... Так, а тут оказывается, кроме ванны, ещё какая-то локация есть неплохо. Блин, нам просто нужно выйти из этой ванны, и всё в нашей жизни будет хорошо. Если б только не было так темно... Эх, жаль. Господи. Я не понимаю, почему у меня всё-таки плохо. Ай, я думаю, на сегодня, на самом деле, с ней достаточно Покетмир. Чёрный... Чёрный мужик из ванной оказался сильнее. Он победил. Я сдаюсь. В конце концовок, в этой игре нет никакой истинной концовки. Мы можем сами решить, какая концовка истинная. Я вот считаю, что это, как бы, самая подходящая концовка для всей этой истории. Мы непонятно кто, непонятно где вещь, непонятно что, и непонятный чёрный мужик из ванной нас убил. Блин, ну нет, всё-таки, мне кажется, рано сдаваться. Мы тоже... Мы не можем идти, не одолев этого мужика. Эх, знакомый коридор просто. Уже чувствую себя здесь, как дома. Ну, можно сказать. Уже могу пройти вот с закрытыми глазами. Вот то ли дело... Вдумайтесь, какой геймплей нам дарит эта игра. То ли дело ванной, которая прямая, как ручка швабры. Вот здесь у нас, как бы, каждая минута напонена каким-то приключением, чем-то неожиданным. Хотя, честно говоря, самым неожиданным было бы, если следующая локация внезапно оказалась бы светлой. Эх, а помните, как было хорошо в доме Флетта? Всё было видно, всё было понятно. Ладно, это последняя попытка одолеть чёрного мужика на сегодня. Самый запоминающийся персонаж Плакет Мир, как по мне. Как бы, остальные, ну, явно, очень проигрывают. Я даже не знаю, это даже не мужик, а какой-то костюм. И я не с тем уверен, что же он делал в ванной. Главное, не надо кассе на чёрные лужицы. Да не люби, господи, да горит ты в аду, мразь! Чёрный мужик победил. Всем спасибо, с вами был Вангард, до свидания. Ээээ, я всё.